Добрый день! Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». Христос рождается, славите! Христос небес, встречайте! Христос на земли, возноситесь! Пойте Господи, вся земля! Такими ликующими, радостными песнопениями наполнены ныне наши храмы. Церковь зовет нас встречать Христа Спасителя, рождающегося на земли, нас ради человека и нашего ради спасения. Сегодня Церковь призывает радоваться всю землю, всех нас. И неважно, кто мы, христиане или атеисты. Сегодня день радости для всех. Сегодня мы вспоминаем самое выдающееся событие человеческой истории. Почему так? Почему рождение маленького слабого мальчика, происшедшее, так уж случилось, не в царском дворце, не в великолепных чертогах, а в убогом хлеву, в пещере, куда пастухи загоняли скот, Почему это рождение – радость для всех нас, для людей всего мира? Если вчитаться, вдуматься в евангельское поискование о Христе, рано или поздно обращаешь внимание на поразительное, не укладывающееся в человеческом уме несоответствие величия Бога, сотворившего мир, Бога всемогущего, всеведущего, и вот этого младенца, беспомощного и хрупкого, спеленутого, лежащего на охапке сена среди козлят, волов и овец. И задаешься вопросом, если христиане все это придумали, неужели они не заметили вопиющего неправдоподобие этой ситуации, Бог, родившийся в хлеву? Неужели они не могли придумать легенду, которая больше, чем это, походила бы на правду? Что им стоило, придумывая своего Бога и историю его взаимоотношений с людьми, воспользоваться богатыми традициями античного мира? Древнего Египта, Греции, Рима. Там было очень много разных «богов», в кавычках, и все они были царственными особыми, и величественными, и страшными, и коварными, и умными, и злобными, то есть скроены они были по вполне человеческим меркам. Дело, однако, в том, что христиане ничего не придумывали, да и не могли бы придумать, потому что только истинный Бог, Творец мира, Вседержитель, Бог, которого мы называем Любовь, мог так явиться в мир, как Он явился в холодную рождественскую ночь вот уже более двух тысяч лет тому назад. Бог в Рождестве Христовом открылся нам неожиданно, парадоксально, необыкновенно, воистину по-божески открылся так, как кроме Него никто бы не смог открыться. Бог умоляет себя, Бог становится беспомощным младенцем, Бог переживает то, что называется греческим словом кинезис, то есть умоление, уничижение, совершается немыслимое. Бог становится человеком, чтобы вернуть человечеству надежду на вечную жизнь, на обретение смысла существования. Бог протягивает нам руку помощи, потому что мы потеряли способность общаться с Ним, понимать Его. И вот, любя нас, несчастных, одиноких, больных, самодовольных, гордых, жестоких, глупых, спесивых, жадных, любя всех нас, кто рождается в муках, живет в муках, и в муках же умирает, наш Бог становится человеком таким же, как и мы. И делает Он это для того, чтобы ни один человек в мире, как бы грешен, грязен, безнадежен он ни был, не мог подумать, что Бог его грешного не услышит, его грязного не пожалеет, его безнадежного не утешит. Да, наш Бог свят, велик и чист, но Он пришел в мир для нас, грешных, грязных и безнадежных. Он пришел в наш мир и принял на себя не только младенческую слабую плоть, но и всю муку, тяжесть и ужас человеческой жизни. Вот как велик наш Бог, и в крайнем унижении, и в крайней слабости, Он остается Богом любовью. Христос, рождение которого мы вспоминаем в эти дни, как бы говорит нам, не печальтесь, братья и сестры, как бы тяжело и одиноко ни было вам, какой бы невыносимо трудной ни казалась вам жизнь, вы не сироты в этом холодном мире, вы не одиноки среди этих заснеженных равнин. Жизнь не кончается физической смертью. Человеческая личность не ограничивается только телом, только желудком. Да, вам плохо, одиноко и страшно сейчас, но не бойтесь, потому что с вами Бог. Православная Свято-Успенская гимназия берет свое начало в 2001 году, когда по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона был открыт и освящен Свято-Успенский Православный Центр Образования. Он был возведен стараниями настоятеля храма Успения Божьей Матери Протеереем Павлом Рашковым и прихожанами при поддержке администрации Октябрьского района города, трудовых коллективов и предпринимателей города Ставрополя. Гимназии зданий не имело. Мы обитали вот в этом воскресной школе. Ну, здесь все тесное, маленькие классные. Они не предназначены. Владыка Геонг, Феофанг. Он тогда наставил строить, и мы начали строить. Так получилось, что как-то заглокло. Силы не хватило или что-то. И вот Господь привел три года назад. Я не знаю, как так получилось, что мы начали. У нас уже гимназия существовала. Где-то надо было размещать. Решили построить начальную гимназию на четырехлетнем сроке обучения. Ну, очень сложно, трудно, но делали. И в этом году, в этом году, в 21-м, уже мы ее осветили, и занятия пошли уже в гимназию. В гимназию новостроящие уже готовые построили гимназию. Ну, еще проблем много, но делаем. Не останавливаемся. Все время шот-шот-шот. Учредителем гимназии является Ставропольская и Невиномысская епархии в лице правящего архиерея, высокопреосвященнейшего митрополита Ставропольского и Невиномысского Кирилла. Владыка Кирилл с большим вниманием относится к ее повседневным нуждам и духовному возрастанию педагогического коллектива и учеников гимназии. Гимназия имеет государственную аккредитацию и лицензию на право ведения педагогической деятельности. Является частным учебным заведением, где наряду с общебразовательными предметами еще изучаются церковные предметы, основы православной веры, церковные пения, церковно-славянский язык. Я уже в этой гимназии 15 лет. В этом году было отстроено это новое, шикарное, красивое здание. Конечно, сложно было, как, наверное, в любом другом общебразовательном учреждении. Есть свои какие-то и проблемы, и вопросы, которые нужно было решать изначально. Ну и здесь все это решалось, делалось, благодаря молитвам отца Павла, благодаря Пресвятой Богородице, под покровом которой мы находимся. Отличительной особенностью Свято-Успенской православной гимназии является обучение и воспитание детей на основах традиционных духовно-нравственных ценностей. Каждый учебный день начинается с утренней молитвы. Ученики со 2 по 4 классы принимают активное участие в литургической жизни церкви, поют на клиросе, несут алтарное послушание. Сенат православно-свято-Успенской гимназии воспитанники обучаются 4 года, потом переходят в другие общеобразовательные учреждения города. Учиться здесь могут все желающие. Гимназия ставит свои цели в воспитании детей в духе христианской любви, милосердия, патриотизма. Вот те задачи, которые отец Павел и педагогический коллектив гимназии решают уже на протяжении многих лет. Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие ставропольчане, позвольте от всей души поздравить вас с великим праздником Рождества Христова. Праздник Рождества Христова – это праздник любви Бога к человеку и всему человечеству. Это праздник светлый, говорящий нам о том, что и мы должны в своей жизни, очищаясь постоянно от греха, от зла, от нехорошего, исследуя заповеди Божиим, выразить в этом свою любовь к Богу и нашим ближним. С праздником Рождества Христова, дорогие мои! С Рождеством Христовым! И до новых встреч! Господи, Господи, Субтитры подогнал «Симон»